Приветствую вас, давайте разберем наш вопрос. Развелись с мужем по моей вине. А у меня случился роман на стороне, очень вздыхнули чувства, так мне и оказалось, прям до бабочек в животе. Муж, видимо, догадывался, начали скандалы жуткие, потом он попал на развод. Да, мы и работали вместе с мужем, он хотел, чтобы я ему помогала, я просил свою работу, но он часто был недовольен тем, что я делал. Два года назад я пытался попробовать примириться, но разговаривать он особо не хотел. Столько вопросов расскажи, как все было. Унижал и оскорблял, даже при детях мог ударить, я не смогла даже с другим человеком отношения построить, отдалял его постоянно, в надежде, что муж простит и разрешит вернуться. Но оливье это не подаю, отдала ему гараж и дачу, он мне кредитку оставил. Все его родственники со мной не общаются, я живу больше двух лет в состоянии постоянной вины. Пробовали примириться, даже встречалась, но он постоянно возвращается, игра с спросом и попрекает. Теперь не стала сама, но при каждой встрече он меня пытается задеть до сих пор, хотя женщина устроит, как избавиться от чувства вины и жить дальше. Вообще, Марина, я бы сказал, что здесь ситуация такая ваша, что вам нужна психотерапия. Самый лучший и самый лучший способ решить ваши трудности, это пойти на психотерапию, потому что, можете мне поверить, дело не в разводе и дело не в вашем чувстве вины, хотя оно безусловно важный фактор, но это следствие. В первую очередь, я думаю, что ваш роман, который изложился на стороне, появился непросто так. А очевидно, что с мучим уже тогда отношения были не очень. И очевидно, что именно тогда вы испытывали определенный внутренний конфликт. Что это за конфликт? Как он протекал? Как он выглядел? Что я всегда представлял и почему образовался? Необходимо выяснить. Дальше, я думаю, что ваш роман является таким способом, способом, конечно, деструктивным, способом, конечно, малоосознаваемым, но дать себе то, чего вам не хватало. Я думаю, что вы себя обесцениваете, я думаю, что вы эмоционально зависит от мужа. Я думаю, что у вас есть проблема личной границы самооценки, вот. Отсюда, ну, как бы, проистекает вот то, что вы говорите. Смотрите. Вы писти, развелись, мы развод, это травма. Травму необходимо проживать с психологом. Это психотерапия. Потому что это разрыв привычной реальности, это разрыв привычного шаблона существования, это тяжело. Дальше, по моей вине, нет, здесь ключевая, наверное, ошибка заключается в том, что вы берете свою вину на себя. А правда заключается в том, что отношения ответственны оба человека. И вы ответственны, и ваш муж точно так же ответственны, как и вы. Здесь нет других вариантов. Поэтому, то, что вы берете на себя вину, ну, в этой ситуации, скажем так, свидетельствует о чем? О том, что для вас эта история довольно значима. То есть, для вас, для вас, очевидно, значима муж. Для вас, очевидно, очевидно, значима брак. И для вас, очевидно, значима то, что родственники с нами общаются. Но подумайте, станем. Если бы для вас это было так значимо, вы бы стали бы крутить травма на стороне? Конечно же нет. То, что у вас появился роман на стороне, говорит о том, что вы были неудовлетворены. Вы были неудовлетворены. Вам не нравились какие-то вещи. Это абсолютно нормально, но вы сейчас это отрицаете. Вы отрицаете факт того, что вам что-то не нравилось. Вы отрицаете факт того, что с мужем уже были какие-то проблемы. Вот. Вы это все отрицаете. И вот это, на мой взгляд, очень важная история. То, что вы склонны взваливать все вину на себя, говорит так же о том, что есть некоторые трудности с личными границами. То есть, вот, ну, бичевание, да, самобичевание и так далее. С другой стороны, поскольку ценность, ценность, свою ценность, вы вкладываете в своего мужа, отбирая при этом ее у себя, то так же образуется внутренний конфликт. Вот здесь. Далее. У меня сложился роман на стороне. Счетку впихнули. И так мне казалось, прям до бабочек живота, что одна женщина, мы его не любили. Зачем же мы с ним были. И как появился роман? И что с вами происходило? И на что вы рассчитывали? Чего ожидали? Муж, видимо, догадывался, начали скандалы жуткие, потом подал на разговор. Формулируйте, пожалуйста, ваше участие в скандалах. Как скандалили вы? Дело в том, что чувство вины есть, на самом деле, еще и подавленная злость. Как бы обращенно, как бы обращенно на себя. То есть чувство злости, ой, чувство вины, это злость, которую вы обращаете на саму себя. Вот. В данном случае. Поэтому крайне важно вам признать, что вы злитесь на мусью. Но запрещается, обязательно. Запрещают. Запрещают ли себе этот момент, ввиду некой такой, ну, может быть, опасности, может быть, чего-то еще здесь. Однозначно сказать слово. Далее. Работали вместе с Мужем, он хотел, чтобы я ему помогал, я просил свою работу, он часто был недовольным тем, что я делал. И снова очень важный момент. А как вы реагировали на то, что он был недоволен тем, что вы делали? Как вы это воспринимали? Потому что, очень сильно это похоже на то, что человек вас обесценивал. Вот. Очень сильно на это похоже. Я, конечно, всех деталей не знаю, но вот крайне-крайне-крайне походит на то, что ваш мучь вас обесценивал, потому что вы обесценивали и обесцениваете до сих пор сами себя. Два года назад я пытался... Два года я пытался как-то попробовать примириться, но разговаривать он особо не хотел. Мотивация. Вы внезапно полюбили мужа, вы внезапно поняли, что это дорогой для вас человек и так далее. Основная сложность заключается в том, что вы считаете свой роман ошибкой. Так же, как считает ваш роман ошибкой, так же, как считает ваш роман ошибкой ваш муж, вы за ним повторяете, да? Вот. Но, сути это не меняет. Пока вы считаете свой роман ошибкой, пока вы считаете, что романа, условно говоря, быть не должно, ну, не должно было быть, вот, конечно, будут серьезные проблемы у вас. Дальше. Вопрос расскажи, как все было. Ну, очевидно, что муж вот так чрезмерно, да, получается, уделяет внимание вот этой истории. То есть, ну, истории вашего романа. И мой вопрос отвечает только в том, а почему так? То есть, задавали ли вы себе вопрос, почему вашего мужа волнует только то, был ли у вас роман на стороне или нет? Вот. Ну, и в целом, неплохо было бы раскрыть характер ваших отношений с мужем, да, проанализировать их, как они выстраивались на каких основаниях, что это были за отношения, как вы в них себя ощущали. Ну, вот. Историю ваших отношений было бы неплохо раскрыть. Это поможет вам лучше понять, что делать и в каком направлении и так далее. Вот. Дальше. Уничтожил, оскорблял даже предельных, ударил как-то, как-то. Опять же, как вы к этому относились? Ведь это прямая агрессия, а вы как будто бы ее подавляли свою ответную. Я не смогла другим человекам отношения построить, отдавал его постоянно в надежде, что муж простит и разрешит вернуться. Сформулируйте, пожалуйста, связь значимо своему мужу. На алименты не пытаюсь. Почему? Отдал я ему короче и дал чем. Зачем? Он мне кредитку оставил и все его родственники со мной не общаются. Как вы к этому относитесь? Я живу больше двух лет в состоянии постоянной вины. Да, вы живете больше двух лет в состоянии, что вы что-то потеряли. Потеряли очень важное, но что? Что вы потеряли? Лично я думаю, что вы перестали быть правильным. И вот то, что вы себя сейчас ощущаете неправильным, выдает вашу внутреннюю дихотомию. То есть внутреннюю диссоциацию. То есть внутреннее отвержение себя. Ну или счастье себя, если хотите. Пробовали примириться, даже встречались. Кто мы? Давайте я сформулируем. Я пробовал примириться, я пробовал встречаться. Но он постоянно возвращается к вопросам и по приказам. Как вы на это реагируете? Теперь я не стала сама на приказы встречи, он меня пытается владеть до сих пор, хотя женщина встретила. И опять же, как вы на это реагируете? Вот. Лично мне видится развод с вашим мужем, вполне закономерная история здесь. Вот. И лично мне думается, что вы и сами где-то в глубине души понимаете, что вы не особо теплые чувства ощущаете. Как будто бы он вам нужен для того, чтобы обрести внутреннюю целостность. Но что это за целостность и за счет чего она приобретается с мужем, нужно выяснять. И постепенно это корректировать. И тогда, я думаю, чувство вины уйдет. Равно как чувство вины уйдет, когда вы признаете те чувства другие, которые за ней скрываются. А не есть. На этом все. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Желаю вам всего самого доброго. Моя на поведенные дела. Вдох, множество. Продолжение следует...